Всем привет! Меня зовут Палкин Сергей. Вы на моем канале Палкин Боди. Как же накачать бицепс? На самом деле очень сложный вопрос. На него будет достаточно долгим ответом, если я буду все рассказать. Существует много способов, методов тренировки бицепса. Плюс есть определенные правила для того, чтобы выросли бицепсы. Сегодня я хочу показать вам один из способов тренировки. И как, наверное, многие подумали, что за фигня во мне здесь одет. Вот эта фигня – это мой новый тренировочный гаджет, который называется Arm Blaster. Этот гаджет любил использовать самое одно из всего снеггер. Скорее всего, он его и популяризовал, так как имел большие бицепсы. И часто использовал в своих тренировках это приспособление. Своего рода эта штука является изолятором. Одевается очень просто на шею, подбирается высота по блоку, чтобы был упор. Вот такое исходное положение. Такое положение не позволяет обводить руки назад, тем самым лишает вас читинга. То есть вы не можете читингануть и помочь себе поднять вес. Чем это хорошо? Тем, что вы можете максимально точно почувствовать и пробить ваши бицепсы. Это будет хорошим стимулом для роста. Такие упражнения можно выполнять, имеет такой специальный тренажер, так сказать. В первую очередь это классика сгибания рук со штангой. Я уже немного размялся. Сейчас я вам покажу первое упражнение сгибания рук со штангой. Используя этот тренажер, вес будет не таким большим, как вы могли бы поднять читингуя. Но зато вы всю нагрузку запустите именно в ваши бицепсы. Это очень важно и очень хорошо. Поэтому смотрим. Берем штангу. Я начну с пустого гриппа, потому что упражнение будет тяжелым. Поэтому пустой грипп самый рад для первого подхода. Чуть-чуть наклоняю корпус вперед, для того чтобы еще изолировать полностью спины. Тогда получится совсем изолировано. Поднимаю до пикового сокращения. Первый подход 20 повторений. Разтянули мышцы. Сократили. Разтянули мышцы. Сократили. Здорово. Уже с первого подхода можно почувствовать нагрузку. Сейчас я добавлю веса и продолжу. Сейчас я выполню 12 повторений. Стараюсь работать диапазон 10, 12 повторений. Лоб. Чуть-чуть. Углаф. Очень хорошо все на месте. Опять добавим вес. Вот это другое дело. Такие 2-3 подхода дают рабочий вес. После этого можно перейти к следующему упражнению. Ну что, я закончил со штангой. Перейду к упражнению с гантелями. Используя Arm Blaster очень удобно выполнять поочередное сгибание. Используется опинация. То есть разворот кисти вверх для того, чтобы максимально сократить бицепс. Как вы наверняка знаете, что бицепс участвует в сгибании руки и также в развороте кисти. Вот можно видеть, как я поворачиваю кисть, бицепс сокращается. Да? Дима? Итак, берем гантели. Давайте, чтобы вам не выкопало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По 10 повторений будет вполне достаточно. Фу-у-у. Реально вся нагрузка идёт с бицепса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что вот эта штука очень полезная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вес небольшой, а нагрузка немаленькая. Итак, после четырех подходов, буду делать сгибание руду с гантелями охватом молотом, в таком положении кистей, которое мы называем молотом, то есть параллельный охват, очень хорошо будет работать предплечье, также брицепс и плечо-лучевая мышца, которая дает толщину руки. Очень важно включать в свои тренировки сгибание рук с гантелями охватом молотом, для того, чтобы ваши руки развивались полноценно. Сейчас я вам покажу сгибание рук охватом молотом. в исходном положении кисти параллельно и в верхней точке также руки параллельно друг к руку. В таких четыре подхода по десять повторений будет достаточно. следующим моим упражнением будет сгибание рук с нижним блоком верхним хватом. В этом упражнении будет хорошо работать предплечье и опять же будет включаться проблета бицепс и плечо-лучевая мышца. очень хорошо, удобно изолировать армбластером предплечье и будет очень хорошо нагружаться. Вес не тяжелый, поэтому выполню 20 повторений. Нужно работать с достаточно хорошим весом, но при достаточно хорошей технике. Не забываем о технике и не забываем о том, чтобы прогрессировать в рабочих весах. прогрессировать в рабочих весах гораздо более эффективно, чем работать с одним и тем же весом. Будете заниматься физкультурой, если будете работать с одним весом. А физкультурой я заниматься не хочу, поэтому буду стараться добавлять. «Ч Paulo» «За лучше». Добавлю еще. Будет 4 рабочих подхода, по 12 повторений. Принято считать, что армбластер способен помогать, тренировать только бицепс. Это не так. Кроме того, что можно сделать еще упражнение для предплечий, я еще его использую для того, чтобы делать упражнение для трицепса. В этом положении также будут хорошо изолированы руки. Вот эти упоры будут помогать держать плечевую кость в неподвижном состоянии. Это важно при изолированных упражнениях, в частности разгибания рук на блоки. Сейчас я закончу с предплечением и обязательно вам покажу. Ну а сейчас заключительный повтор. Разгибание рук верхним блоком. Верхний хват на нижнем блоке. Такое название. Сегодня разгибание рук я сделал из канатной рукоятки. Также вы можете использовать любые другие рукоятки. Сегодня хочу к каранам. Я тренируюсь разнообразно. Стараюсь менять, чередовать упражнения, количество повторов, повторений, подходов. Сегодня будет разгибание из каната. Отклоняем немного корпус, упираясь руками. В нижней точке пиковое сокращение. 12-15 повторений. Вот здесь армластер помогает контролировать неподвижность плечевой кости. Тем самым ваша техника становится еще более идеальной. Ребят, вот этот армластер можно использовать как новичкам, для того, чтобы научиться почувствовать работу мышц, так и продвинутым опытным юзерам тренажерного зала. Очень вносят хорошее разнообразие и новое ощущение мышечной боли, стресса для роста. И не только трицепс. Также вы видели, что я делал вражнение или предпечить, и сейчас трицепс. Я добавил вес, отдыхать долго не будем. Продолжаем работать. Так же рабочих четыре подхода. 12-15 повторений. Ну что, я готов к заключительным подходом. Ну что, я доволен. Класс. Реально чувствуется? Руки как крошка пришла. Очень хорошая вещь. Рекомендую. Особенно новичкам, для того, чтобы научиться правильно технически делать и изолировать. Также, те, кто уже давно тренируется, внести какое-то разнообразие. Я уже занимаюсь в тренажерном зале 15 лет. Поэтому приходится что-то пробовать, экспериментировать, для того, чтобы дать какую-то новую нагрузку организму и заставить прогрессировать и расти. Поэтому всем спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Палкин Богер. И всем физкульт пока. Палкан.